Мы поговорим о питании кормящей мамы и обсудим самые распространенные мифы. Кормящей женщине нужно есть много для того, чтобы было много молока. Факт в том, что грудное молоко вырабатывается из крови. Кушать нужно достаточно, питание мамы должно компенсировать потребности материнского организма. Еще один миф связан с вегетарианством, что женщина, если она будет вегетарианкой, она не сможет кормить ребенка грудью. Всем привет! Сегодня на нашем канале онлайн-школы легкие роды мы поговорим о питании кормящей мамы и обсудим самый распространенный миф. Я Анастасия Сафина, консультант по грудному вскармливанию и сооснователь онлайн-школы легкие роды. И сейчас мы пойдем развеивать мифы. Первый миф это то, что кормящей женщине нужно есть много для того, чтобы было много молока. Ну или нужно, например, есть жирные продукты, чтобы было много молока, или нужно есть за двоих. То есть есть много вариаций различных мифов на эту тему. Факт в том, что грудное молоко вырабатывается из крови. И когда женщина ест жирную пищу, это не влияет на уровень жирности молока, потому что уровень жирности соответствует потребностям ребенка. И даже если мама где-то недоедает, все равно в основном составе грудное молоко будет соответствовать всем пищевым потребностям ребенка. Если же мама, например, ограничивает себя в питательных веществах, в витаминах, все равно в основном, опять же, возьмется из организма мама. Но, допустим, если не хватает в ее рационе полиненасыщенных жирных кислот, то и в грудном молоке этих полиненасыщенных жирных кислот тоже будет не хватать. Но общее количество жиров в молоке все равно будет соответствовать потребностям ребенка. Итак, кушать нужно достаточно. Питание мамы должно компенсировать потребности материнского организма, но переедать при этом не нужно. Еще один момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Сколько бы мама много не ела или не пила, или не пила бы чай с молоком, от этого гормона пролактина больше не станет. Если ребенок пососал грудь, постимулировал хорошо, качественно приложен, часто сосет, и чем больше ребенок опорожняет грудь, тем больше будет вырабатываться молока. Есть еще один миф о том, что мама должна пить много. А, кстати говоря, еще совсем недавно, несколько лет назад, наоборот, когда приходит молоко, врачи запрещали пить. И когда мама только родила, ей в роддоме говорили не пить слишком много. И тот, и другой вариант неправилен и даже вреден. Какой же вариант правильный? Мама должна пить по жажде, тогда все будет в порядке. Бутует также миф или мнение о том, что молочные продукты должны усиливать лактацию. Но это то же самое, что сказать, допустим, корова должна пить молоко, тогда у нее будет много молока. Корова ест траву, и у нее много молока. То же самое и с людьми. Чтобы мама не ела, молоко вырабатывается под воздействием гормональных механизмов. Вот часто говорят, пей чай с молоком, и тогда будет много молока. Это неправда. Просто теплый, приятный напиток плюс самовнушение дает выброс окситоцина, то есть гормона, который отвечает за выделение молока из груди. И если вы попьете чай с молоком, либо просто чай, либо компот, или даже теплую воду, если вы хотите ее пить, и у вас выработается окситоцин, то молоко из груди потечет, и легко ребенка будет добыть. Конечно, вы услышите много глотков, но это не значит, что выработалось много молока. На это влияют другие процессы. Один из самых больших, страшных, распространенных мифов, даже я слышала о женщинах, которые вообще не хотят кормить грудью, потому что им придется строго ограничивать свое питание, и придется придерживаться очень строгой диеты, и сидеть два года лактации, или даже год хотя бы лактации, на гречке с курицей или с индейкой. Но это тоже миф, и действительно Всемирная организация здравоохранения, и другие мировые серьезные организации говорят о том, что по исследованиям не нужно маме сидеть ни на какой строгой диете, и вообще общепринятых каких-то диет или продуктов, которые нельзя вообще есть никому на грудном скармливании, нет. Но если мы говорим, конечно, о здоровом питании, потому что, да, конечно, бывает аллергическая реакция на какие-то продукты, бывает неприносимость каких-то продуктов, но она строго индивидуальна, и мы не можем обвинять в стопроцентной аллергичности какой-либо из продуктов. Конечно, есть список самых распространенных аллергенов. Это, как правило, касается белковых продуктов. Это молочные продукты, яйца, это пшеница, соя, арахис, орехи, морепродукты. Но, в общем-то, мы не можем сказать, что эти продукты есть нельзя, тем более, что они полезны, и их нужно употреблять маме прежде всего для собственного здоровья. Поэтому ограничивать себя в питании не стоит. И если вы видите, что у ребенка возникла аллергия, или какая-то нежелательная реакция, или какое-то беспокойство на употребление продукта, вы подозреваете какой-то конкретный продукт, вы его вычислили, то рекомендуется исключить его на время, через какое-то время снова его ввести, попробовать. Потому что даже если ребенок употребляет аллерген, переработанный материнским организмом и в виде грудного молока, он так или иначе адаптируется к этому аллергену. И в любом случае нужно хотя бы в небольших количествах употреблять аллергенные продукты. Что касается продуктов, которые стоит избегать действительно маме, это те продукты, на которые у нее лично есть аллергия или какая-то непереносимость. Ну, вы, например, знаете, что если вы съели какие-то бобовую или капусту, и ваш организм плохо переваривает, у вас возникают какие-то нежелательные реакции, этот продукт вам стоит исключать. Есть еще один миф о том, что кормящей маме нужно обязательно пить поливитамины. И действительно, на самом деле, многие так и делают, но дело в том, что поливитамины неплохо усваиваются, и также Всемирная организация здравоохранения рекомендует прибегать к приему поливитаминов только в самых крайних случаях, если есть жесткий дефицит питания в рационном питании мамы. Если же есть возможность питаться качественно и разнообразно, то поливитамины не нужны. Есть еще один распространенный миф, что нельзя маме есть острое, лук, чеснок, потому что это может испортить вкус молока, и ребенок откажется от груди. Но здесь я могу привести пример. Например, в Индии женщина во время беременности ест острое, и после родов ест острое. Она просто не сможет этого избежать, потому что вокруг только такая пища. И, конечно, дети при этом не отказываются от груди. Если вы привыкли в вашем пищевом рационе, присутствуют лук, чеснок или какие-то специи, и вы употребляли их во время беременности, то ребенок, уже находясь в материнской утробе, когда он пробует околоплодные воды, когда мама съела, например, тот же самый лук, чеснок или какую-то специю, он уже ее попробовал. Он уже, в принципе, адаптировался к этому вкусу, и когда он пробует это через грудное молоко, для него это уже не новость. Поэтому не нужно себя ограничивать во время грудного вскармливания и есть пресную пищу. И также хочу отметить еще один миф, связанный с вегетарианством, что женщина, если она будет вегетарианкой, она не сможет кормить ребенка грудью. На самом деле тоже не так. Конечно, вегетарианцы тоже могут кормить грудью. Единственное, хочу отметить, что если женщина веганка, то есть она не употребляет никаких животных продуктов в пищу, ей может не хватать витамина В12, который находится только в животных продуктах, и для этого вам нужно употреблять какие-то биодобавки с этим витамином. Давайте подытожим. Кормящая мама должна питаться максимально разнообразно. Конечно, стараться питаться полезными продуктами, но все хорошо в меру, не нужно слишком сильно себя ограничивать. Ни на одной стройкой диете не рекомендуется сидеть маме больше двух недель, ну, прежде всего, в пользу ее собственного здоровья. Будет интересно почитать, с какими мифами вы сталкивались в плане питания на грудном вскармливании. Давайте обсудим это в комментариях под этим видео. И чуть не забыла про кофе. Кофе, кормящей маме, тоже можно. Но, конечно, смотрите за реакцией вашего ребенка, и лучше употреблять кофе после того, как вы покормили малыша грудью. Ну, а с вами была Анастасия Сафина и канал онлайн-школы «Легкие роды». Канал, где мы учим не только, как легко рожать, но и как быть счастливой мамой. До встречи в следующих видео и всем пока!